Затем он начал экспериментировать не только с надписями, но и со своим фирменным значком X, а также черепами и скрещенными костями В 1996 году Кавс удалось раздобыть ключ, который открывал рекламные панели телефонных будок и автобусных остановок И Донали начинает заниматься антирекламой Он уничтожает рекламу с помощью добавления к ней своих фирменных крестов, черепов, а также фантастических рисунков И вскоре люди начинают узнавать необычный визуальный стиль Кавс Благодаря своей процветающей работе на уличной сцене Кавс удалось выйти на международный рынок Он хотел выйти на японский рынок, так как именно там художники достигали наибольших успехов Японский бренд Bounty Hunter связался с молодым художником и сделал ему уникальное предложение Превратить его персонажа в виниловую игрушку